Семейный психолог Татьяна Огородникова на радио «Моя семья». И вот всё-таки мы, наверное, в первой программе мы говорили об этом, и так мы и вернулись к этому, да, какое значение огромное имеют традиции и их соблюдение для того, чтобы сохранять нормальные отношения. Конечно, вы правильно сказали, Авраам, что очень большое влияние на мозг сегодня оказывает средства массовой информации, интернет. У тебя скорость восприятия того, что происходит в мире, настолько увеличилась, что сегодня это произошло 5 минут назад, и уже, знаешь, потому что информация уже появилась в интернете. Сообщения получают даже на своём телефоне постоянно от разных, скажем, каналов. Что происходит, даже если под рукой нет интернета? Да, да, это всё моментально, то есть вот этот доступ к информации, однако он всё равно не может повлиять на то, что должно быть самым главным образующим звеном в семье. Потому что этот древний институт, он как какой-то стержень, оброс определёнными традициями. И если мы все будем прислушиваться к тому, что воспитано из поколения в поколение, наверное, нам будет легче жить. Древние советы, значит, раньше в своё время не было, вот, скажем, приходит человек, за совет давали верблюд. Значит, сегодня этого совета уже не существует. И существует, значит, говорит наука, если мы открываем интернет, но хоть покажите один канал, который кроме интересует, что станциями или каналами интересует интрига и скандала, ради чего? Ради своего рейтинга. А хоть один из них по-настоящему думает добрые советы давать. Даже если хотят давать какие-то советы, они вмешивают это с интригами, с скандалами, рейтинг получить. Поэтому не надейтесь ни на кого, ни на каналов, надейтесь на себя. Значит, слушайте своих родителей, слушайте их советы, потом фильтруйте, адаптируйте их на современный лад, из старого переводите, потому что если даже сегодня Иисус Христос пришёл бы вторично, он бы поменял, как он в 2000 лет назад пришёл, он очень много чего поменял. Он сказал, этот закон я ставил, и я и сейчас его меняю, потому что он и является альфа и омега, первый и последний. Сегодня, если пришёл бы, тоже много чего поменял, потому что адаптировал бы к сегодняшней жизни. Поэтому мы должны всё слушать, собирать. Должен быть у нас запас жизненный опыт большой, чтобы мы были всегда удачными в этой жизни, и в семье, и в бизнесе, и везде. И очень мне нравится, Авраам, что вы всё время говорите, что человек должен быть компромиссным, что он должен быть дипломатом, что он должен искать какие-то общие точки соприкосновения. Но, опять же, возвращаясь к нашим любимым средствам массовой информации, создаётся образ героя нашего времени. Каждое поколение живёт, опираясь на некий шаблонный, такой стандартный образ. Ну, там, 30-40 лет назад был в моде благородный мужчина, который, там, всех защитит, всех обеспечит, не изменяет, там, опора, надежды и так далее, и так далее. Сегодня у нас показывают героев, которые женился столько раз, сколько захотел. И, в общем, я думаю, что для таких людей абсолютно всё равно, что будет думать та же самая тёща или тесть. Ну, потому что, ну, потому что так модно, да? Девушка, которая действительно ищет себе нелюбимого человека, который будет мужем и опорой, а ищет определённой толщины кошелёк. Семейный психолог Татьяна Огородникова на радио «Моя семья». То есть вот есть какие-то такие стандартные формы, которые нам насильно пропихиваются с помощью различных источников. Есть ли возможность это всё развернуть в другую сторону? Смотрите, значит, это одна рука не аплодирует. Нужны вот много людей, организации разные, чтобы этим вопросом занимались. Кому это интересно? Все ищут свою выгоду, как вы сказали, ищут кошельки. Значит, здесь остаётся только слушать вот подружке своей, что она советует меня. То есть это девушка в случае девушки. И мальчик говорит, друг моего. Но он советует, каждый советует другого, как ему выгодно, в его взгляде. Это тоже не выход из положения. Поэтому ты должен найти такого близкого, который тебе должен советовать, что он заинтересован в твоем... То есть его интересы – это твои интересы. И чтобы делать это общее, вот так, как-то найти вопрос, решение для всего этого, все эти проблемы, я думаю, даже бесполезно об этом думать. Или если хотите создать организацию, вот общую, большую, которой мы можем развиваться по всему миру, давайте ударим по рукам, создаём с сегодняшнего дня организация, например, «Спасай и сохрани». Очень-очень хорошая идея. И как раз в этой организации... И благословить нас церковь, и с помощью вот всех вот церковных и будем идти вперёд. Значит, и через три месяца эта организация закроется, обанкротится. Нет, нет, не обанкротится, потому что советниками главными в эту организацию мы пригласим как раз всех уже поживших, имеющих определённый опыт, вот тех самых... Обанкротовщих, тёщих, и потерявших своих жён. И тёщих, и свёкров, и свекрови, всех, кто хочет принять в свои тести участие вот в такой хорошей организации. Не забывайте, вот это я скажу, прежде чем закончить программу, я вам скажу, значит, вот именно вот есть мужчина, который они пять раз поженились, шестой раз поженились, седьмой раз поженились, могут и сто раз жениться. Значит, в чём проблема? Надо посмотреть. Есть иногда вот инстинкт человеческий, который не сможет и победить, то есть как человек. Буквально-буквально позавчера мой друг, который девять лет жил с одной девушкой, значит, он нашёл в сообщениях, что она изменяет его постоянно. Значит, случайно в телефоне, её телефоне нашёл, вот сообщение, с разными людьми она переписывается. Потом, после этого, он начал уже, понимаете, да, это ему как тяжело. Человек подарил свою жизнь, ушёл от своей жены. Два мальчика у него. Значит, узнал ещё через третьего человека, что она просто, она секс-маньяк, она не может. Она одновременно хочет пять мужчин. Ну, мы говорим, какая ситуация есть. Есть такие же мужчины, тоже не могут верность сохранить. У меня была в своё время одна девушка, она мне сказала, я тебя очень люблю, это в 1992 году. Но, говорит, я должна раз в месяц иметь кого-то другого. Понимаете? Такие моменты тоже есть. Поэтому что нам? Ну, поэтому я думаю, что всё-таки совет надо создавать, и нужно институт семьи всё равно поддерживать и укреплять. Для того, чтобы это состоялось, и для того, чтобы большие семьи не мешали жить молодым, чтобы старшие товарищи давали мудрые советы, вот мы с Авраамом Руссо и собирались эти несколько программ. Семейный психолог. На радио. Моя семья. Я напоминаю вам наш сайт. Моя семья. Оба слова через вае и через дефис.фм. Страничка «Семейный психолог». Номер автоответчика, где вы можете оставить свои вопросы и предложения, 8-4-9-9-124-2037. С вами была Татьяна Огородникова и Авраам Руссо. Всего доброго. Люблю и обожаю. Семейный психолог. Семейный психолог.